Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправду.ру. В студии Дарья Сударева смотрите сегодня в выпуске. На месте свалки детская площадка. Жители мостовой разработали новый метод благоустройства. Особенные. В Ульянск приехали волшебники, спасающие детей. Восемь минут на эвакуацию. В Ульянском аквамоле прошли пожарные учения. Скандала не будет. Почему вместо гимназии номер один ульянские дети идут в губернаторский лицей? На месте строительства жилого дома в микроюне Искор произошел обвал траншеи. Сегодня около 11 дня при работах по укладке труб в пятиметровой траншеи в районе строящегося жилого дома по улице Панорамная произошел обвал. Погибли двое сотрудников подрядной организации. Их засыпало песком. На месте происшествия работают медицинская и поисково-спасательная службы, сотрудники полиции и следственного комитета. Поел, оцени. В школах Ульяновского региона в скором времени появятся специальные экраны для оценки качества еды. Такую инициативу губернатор Сергей Морозов озвучил в ходе осмотра средней школы номер 15, где обустроен модернизированный центр питания. Подробнее расскажет Рината Алиулова. Доступнее, качественнее и вкуснее. Сергей Морозов на встрече с региональными операторами питания объявил о модернизации системы питания в образовательных учреждениях и в летних оздоровительных лагерях. И парадокс состоит в том, что в регионе достаточно подробно разработана нормативная база, которая регулирует процесс организации питания. Но все же, еще раз, мы не должны стоять на месте. В связи с этим я просто обращаю внимание всех руководителей муниципалитетов. Посмотрите на закон о социальном питании и подзаконно к нему акты, которые у нас с вами есть в регионе и которые были разработаны, приняты с 2014 года. Говоря о доступности, глава региона сделал акцент на льготном питании. Сегодня в регионе под эту категорию попадает почти 21 тысяча школьников. Это 23,6% от общего числа учащихся, что ниже среднего по России на 10%. Но на наш взгляд показатель этот неоднозначен. Понятно, что здесь две причины. Первая причина – это недостаточная удовлетворенность потребностей. Ну и вторая причина, конечно, она такая более правдивая, то, что увеличивается до остаток населения. Сегодня на федеральном уровне под защиту законодательства попадает только одна категория детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. Организация питания всех остальных – полномочия каждого муниципалитета. Давайте вместе готовить к следующему учебному году. Расширим категорию детей, которые будут в полном объеме защищены на своем региональном уровне. Качество питания и ценовую политику, по словам Морозова, нужно привести к единому знаменателю. Еще один не менее важный пункт в ряду модернизации – цифровизация. Яркий пример – Ульяновская средняя школа номер 15, где образование получает 850 человек. Учреждение одно из первых четыре года назад перешло на электронный расчет, убив сразу несколько зайцев. Так электронная карта избавила классных руководителей от забот о сборе средств за еду. Родители получили возможность отслеживать рацион питания своего ребенка. Плюсы есть и по части СанПина. В дальнейшем мы будем развивать систему дополнительными устройствами. Это смарт-часы, браслеты, телефон. А это будет замена карты, то есть возможность выбора. В Центр здорового питания столовую 15-й школы преобразовали два года назад. Это позволило поменять серые стены на дизайнерский интерьер и вместо обычной раздачи еды организовать шведский стол. Поменяли здесь абсолютно все. Потому что здесь был цвет и цемента. Помните раньше, какая плитка? Потолки. Полностью все оборудовано. Линии раздачи мы ее просто модернизировали. Потому что линии раздачи у нас существуют еще с 15-го года. Как видите, там за компьютером сидит оператор. Ознакомившись с работой модернизированного Центра питания школы, глава региона выступил с предложением дать ученикам возможность моментально отреагировать на школьный обед. С помощью специальной системы оценки, например, экранов, существующих в других учреждениях или анкет в самолетах, оценить еду по шкале нравится или не нравится. В этих учреждениях во многих есть специальный экран. Удовлетворен, не удовлетворен. Удовлетворен, не удовлетворен. Если не удовлетворен, то там тоже 2-3-4 выбора есть. Давайте мы тоже такое вот запустим. Как минимум в тех школах, в которых присутствует реагировка, для того, чтобы они вместе с нами понимали. Горячее питание в Ульяновской области получает больше 88 тысяч школьников, то есть 80% от общего количества учащихся. Этот показатель выше среднего по России, на 16%. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. В самой престижной школе города разгорелся нешуточный конфликт. Из-за увеличения классов в гимназии номер один сложилась сложная ситуация. Ученикам не хватает учебных площадей и началось рассмотрение варианта перевода некоторых классов на обучение во вторую смену. Мнение родителей, учителей и управления образованием узнавала Наталья Чумаченко. В гимназии номер один поставили точку в вопросе дальнейшего обучения школьников. Накануне председатели родительских комитетов вместе с руководством учреждения и городским управлением образования обсудили ситуацию с нехваткой площадей, которая сложилась в образовательной организации из-за увеличения количества классов. Ситуация, которая сложилась в первой гимназии, все это время находилась, конечно, под контролем управления образования. И я уже говорил о том, что для детей будут созданы максимально комфортные условия. Сегодня состоится родительское собрание, на котором руководителем образовательной организации гимназии номер один будут озвучены условия обучения детей в первую смену и рассказано о том, за счет чего и как принято такое решение. Ранее проблему с нехваткой площадей предлагали решить двумя возможными вариантами, из-за чего разгорелся конфликт между родителями обучающихся и руководством учреждения. Первый способ предполагал перевести всю параллель третьих классов на обучение во вторую смену. Второй вариант вводил обучение учеников четырех классов в кабинетной системе. Ни один из них не устроил родителей гимназистов по разным причинам, поэтому было решено собрать совет родительского комитета. Я проживаю по микрорайону. Ребенок очень сильно задействован во внеурочной деятельности после школы, поэтому меня волновали вопросы окончания по времени учебного процесса. Я сейчас вот в самом конце собрания получила ответ на свой вопрос, потому что я сдала его и мне сказали, что занятие будет начинаться в 8 утра и заканчивается сообразно расписанию в зависимости от того, 5 или 6 там у детей будет урок. Глобальный вопрос был по сути один. Наличие или отсутствие второй смены в следующем учебном году. Был дан полный, развернутый ответ. Второй смены в школе не будет. Время начала занятий переносится с 8.30 на 8 часов утра. Сейчас в гимназии числятся 52 класса. С 1 сентября 2019 года их количество увеличится до 53. О проблеме ежегодного увеличения количества обучающихся руководство учреждения знает давно и ранее предлагало городу разные пути решения, в том числе строительство нового корпуса. Однако сегодня, считает директор, в этом уже нет надобности, поскольку со следующего года пойдет отток учеников. Даже заметно уже по количеству поданных заявлений, вот в этом году желающих обучаться в первой гимназии было меньше, чем в прошлом году. Это можно напрямую сделать вывод с тем, что на сегодняшний день очень популярным у населения стал уже губернаторский лицей на Юго-Западе. С сентября нам власть обещает, что заработает еще одна школа на улице Репина. Напомним, ситуация ранее вышла за рамки правового поля. Накануне в СМИ появилась информация о том, что в субботу утром в музей «Симбирская классическая гимназия» приходили родители гимназистов, чтобы рассмотреть помещение на предмет отъема. Это не имеет никаких перспектив, в каком плане. Во-первых, вы у нас присутствуете, вы видите непрерывный поток наших гостей. При таком наплыве дети, если даже гипотетически они здесь занимаются, они не смогут выполнять сложные задания, которые даются даже в начальной школе, потому как очень много шумовых помех. Во-вторых, это музей, это особый режим охраны, сохранности. Скандала не будет, подтвердили родители на собрании своим большинством, поскольку руководство школы успокоило их и пошло им навстречу. Один из присутствующих активистов Нейри Четинян несколько раз вставал и брал слово, недовольны решениями школы, но родители его не поддержали. Ведь для них самое главное оказалось решение проблемы, а не пустая болтовня. До 1 сентября есть время перевести дух и отдохнуть не только ученикам и учителям, но и родителям. Главное, что в итоге появилось Соломоново решение, которое стало максимально комфортным для всех сторон. При этом нормы Санпина, Федерального закона об образовании и статусе музея, как объекта федерального значения, не будут нарушены. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Торговый центр «Аквамо» в 10.30 утра стал ареной для пожарных учений. Однако все, кроме огня и воды, было реальным. Эвакуация посетителей и сотрудников, развертывание шлангов, даже спасение пострадавшей было максимально приближено к действительности. После Кемеровской трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» проблеме пожарной безопасности в местах массового скопления людей стали уделять гораздо больше внимания. Заинтересованные стороны, пожарные и сотрудники охраны центра стараются отрабатывать разные легенды в торговых центрах Ульяновска. Учения, прошедшие сегодня в «Аквамоле», прошли по инициативе руководства торгового центра. По легенде учений, условно, происходит возгорание в кинозале. На втором этаже прибудет 5 единиц техники, 22 человека личного состава. Будут отрабатываться тренировочные занятия. Посетителей о том, что на втором этаже в кинозале номер 5 произошло возгорание, оповестила сирена и автоинформатор. Несмотря на то, что начались учения неожиданно, особой паники не было. Люди покинули здание за 8 минут. Купившая билет в кино девушка стала условной пострадавшей. Однако ее оперативно спасли. Персоналы посетителей с пониманием отнеслись к необходимости проведения учений. Отработать возгорание не в теории, а на практике, запоминая повороты коридоров, места подключения к гидрантам. Все это и многое другое необходимо знать пожарным, чтобы в чрезвычайной ситуации действовать максимально быстро. Задачи все выполнены. Самое главное, все люди из торгового центра эвакуированы. В рамках этого учения была отработана одноводная, что часть людей осталось задымленным помещением, для того, чтобы пожарным подразделениям можно было эвакуировать этих людей. Пожарные подразделения задачи справились. Работали не только пожарные. Служба безопасности торгового центра эвакуировала клиентов, разворачивала внутренние системы пожаротушения, останавливала эскалаторы и лифты. Этой работе дали оценку пожарные. Охрана торгового центра, также персонал дежурный сработал в штатном режиме. Все действия выполнены согласно руководящим документам. Претензий к ним совершенно никаких нет. Все системы противопожарной защиты тоже сработают в штатном режиме. Итог – 8 минут на полную эвакуацию, 9 на прибытие пожарных, полчаса на локализацию и тушение. Такие результаты – плод системной работы, подобные учения охрана торгового центра проводит раз в полгода. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. С 30 мая по 7 июня на Ульяновской областной станции «Переливание крови» проходит акция по привлечению доноров костного мозга. В Ульяновске планируют создать банк костных тканей, которые в будущем пригодятся для лечения онкобольных, в первую очередь людей, страдающих раком крови и онкологическими заболеваниями лимфатической системы. Таким образом, проще подобрать так называемого генетического близнеца-рецепиента – человека, максимально близкого по составу генов к больному. Оказаться им может совершенно посторонний человек. В прошлом году донорами костного мозга в Ульяновской области стали 150 человек. Ткани 133 из них внесены в реестр. В этом году организаторы надеются, что добровольцев станет еще больше. Ежегодно во всем мире в конце мая отмечается День соседей. Этот праздник, один из самых молодых, празднуется официально только с 2000 года. Придумали его, чтобы сплотить людей, живущих рядом. В микро- районе Мостовая на улице Родниковой, например, планируется собраться всем вместе на новой детской площадке. Вместо несанкционированной свалки и оврага теперь детская площадка. В Мостовой нашли, пожалуй, самый лучший способ борьбы с мусором. Теперь на тех местах несанкционированных свалок, где мусорили десятки лет, жители сами убирают мусор и возводят детские площадки. Мусор на территории бросали здесь гости из других районов города, пользуясь транспортной доступностью оврага. Жители улицы Родниковой в Мостовой нашли решение проблемы сами. Здесь был пустырь, так как земля никому не принадлежала. Естественно, за ней никто не следил. Для начала мы решили провести субботник. По окончании субботника, посоветовавшись с соседями, решили сделать детскую площадку. Работа закипела. Кто-то варил лавочки и баскетбольное кольцо, кто-то договаривался насчет техники, кто-то грузил песок, кто-то его разравнивал. Дело нашлось каждому. Все участники строительства – экономически активный слой населения, поэтому в будний день застать дома их не удалось. Работа на площадке в свободное время. Живущие рядом с площадкой довольны. Раньше здесь была мусорка. Гора мусора был. И бутылки, и стекло, и поролоны, и все, и мебель тут сюда, всю мусорку сюда тащили и выбрасывали. Все это гнило. Комары, мошки, крысы. Все, здесь невозможно было жить. А теперь вот, слава богу, этим ребятам, мы очень благодарны этим ребятишкам, что они вот эту мусорку заделали. Жители хотели бы, чтобы городские власти помогали малыми архитектурными формами для площадок, но в первую очередь работают сами. ТОС для них – хороший инструмент для воплощения своих идей в жизнь. С приходом Сидорова у нас большие изменения происходят. Перекрыта улица Российская. Здесь меньше транспорта стало ходить. Улица Урицкого была очень загружена. Все проезжали через мостовую. А теперь меньше нашего дома едет машин. Прямо ко дню соседа председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин вручил благодарственное письмо от городских законодателей Евгению Николаеву. Вот у нас есть такая традиция и такая акция «Замещательный народный день соседей», да? Когда люди вместе выходят, сначала приводят в порядок то место, где они живут, улицу, своих двор, ну а затем уже обновляется городская среда и проводятся праздники, через эти обсуждается то, что еще нужно сделать в своем микрорайоне. Это вот ростки такой демократии народной. Огромное спасибо, потому что целая улица в поселке, оставаясь на вода, преображается в городе, вот на той семье. Спасибо. Народниковой жителям еще предстоит установить ограждение площадки, вкопать столбы для волейбольной сетки. Песок разровняют сегодня. Им бы очень хотелось сделать фонарное освещение улицы, но это, к сожалению, они сделать сами не могут. Тем не менее, они очень рады, что в поселке есть ТОС и активные люди, а значит новые дороги, места отдыха, чистые улицы и зеленые аллеи. И предстоящий праздник, День соседа, тут считают общим. Мы желаем им успехов, добра и всего самого хорошего. С началом лета, всего вам доброго. Они – дети-ангелы. Это название пошло от официальной межрегиональной общественной организации помощи детям-инвалидам. В движение вовлечены 40 регионов. В течение последних 10 лет квалифицированные специалисты ездят по стране и помогают особенным малышам. Десант из реабилитологов высадится в Ульяновске вот уже в четвертый раз. 174 особенных ребенка. Кто-то из них сделал первый шаг, кто-то сел и заулыбался, а кто-то научился крепко сжимать мамину или папину руку. На очереди еще 120 деток с ДЦП, кто ждет помощи от специалистов высокого уровня. Выездные слеты и шанс на выздоровление для мальчиков и девочек с детским церебральным параличом второй год подряд дарит региональное отделение общественной организации помощи детям-инвалидам «Дети-ангелы». Во главе Ульяновского движения – сестры Наталья и Елена. С 1 по 11 июня в Ульяновске пройдет четвертый по счету слет для особенных детишек и их родителей. У нас в планах взращивать местных специалистов, потому что каждый раз выдергивать кого-то. Во-первых, мы выдергиваем этих ребят, врачей из своих семей, из своего города, со своих постоянных мест работы. Мы очень благодарны им, что они нам помогают и они будут с нами. Но мы хотим также их привлекать в том плане в виде семинаров, например, для родителей, в виде обучающих семинаров, для специалистов. За счет поддержки благотворительного фонда «Жизнь в радость» несколько специалистов из Ульяновска уже отучились в Москве. Среди них мама шестилетнего Андрея Екатерина Артюхина. Женщина окончила Ульяновский госуниверситет по специальности адаптивная физическая культура, чтобы помочь своему сыну. К детям-ангелам вместе с Андреем они присоединились год назад. Теперь Екатерина хочет быть полезной и для других детей. Как к специалисту тоже от детей-ангелов поступило предложение обучиться работать на новом реабилитационном костюме. Отучилась, все хорошо, костюм хороший, костюм работает, костюм помогает. Очень мне хотелось бы помогать другим детям. Надеюсь, что дети-ангелы помогут мне в этом. А я, конечно, буду помогать детям. В этом году, как к реабилитологу, специалисту по дефектологии, реабилитологу в системе сайлинг, присоединятся еще четыре новых специалиста. Бобот-терапевт из Еревана, авотерапевт из Ставрополя, который с собой в Ульяновск привезет обучающую программу. Впервые с родителями будет работать психолог. Но дети-ангелы – это не только прослеты помощи специалистов. Большую роль в выздоровлении играет общение вне официальных курсов. Они настолько объединились, у них есть там свое общение. Они даже на курс теперь объединившись ездят вместе. То есть нашлись по районам, нашлись по интересам, нашлись по каким-то своим, ну, по деткам встречаются, видятся. Это очень здорово. Поддержку и новый взгляд на жизнь за счет общения с другими родителями получила Александра Минобудинова. Ее дочке маляке чуть больше года. Первый раз к ангелам они попали четыре месяца назад. На тот момент у мамы опускались руки. Три курса реабилитации в больнице не дали никаких результатов. Своего семь месяцев ребенок не переворачивался и совершенно не реагировал на окружающий мир. Уже после первого похода к специалистам ангелов, маляка наконец-то самостоятельно перевернулась. После второго села и поползла. Волнение как раз-таки у меня исчезло с началом курса, когда я посмотрела на большое количество таких же мамочек, которые были не как я, напуганный человечек, они вели полноценный образ жизни. Они куда-то ходили, смеялись, шутили между собой. Я посмотрела на это, успокоилась. И вот возможность с тем состоянием, что я успокоилась, и ребенок начал давать огромный результат. Артему Хараджа сейчас два с половиной года. Раз в год он может пройти реабилитацию в больнице бесплатно. Но специальное лечение мальчику необходимо четыре раза. С детьми-ангелами теперь у Артема такая возможность есть. Нейропсихолог, вот мы на прошлом курсе были, то есть нам очень понравились занятия. У нас в эмоциональном плане пошли сдвиги. Да, конечно, пока в физическом нет, но для этого нужно работать и работать. Наши дети очень добрые. То есть они искренние. В этом их, скажем так, плюс. То есть они особенные, но они вот наши ангелочки. Сегодня в движении «Дети-ангелы» вовлечены 40 регионов. Каждый раз непростые детки и их родители ждут приезд специалистов, как глоток воздуха. Малыши, как взрослые, через трудности учатся правилам этой жизни. Взрослые, как дети, радуются большим и маленьким успехом своих ангелочков. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням 18.50. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова